добрый день друзья 24 апреля 2024 года президент россии владимир путин выступил с видео обращением к представителям 12 международной встречи высоких представителей курирующих вопросы безопасности эта встреча началась и состоялась в санкт-петербурге кто такие представители курирующие вопросы безопасности я думаю что все мы понимаем в меру своего образования и погруженности в вопросы этой самой безопасности меня же что порадовало в этом видео обращении президента россии владимира путина то что он практически слово в слово повторил положение моего фильма который вышел буквально накануне за два-три дня до этого видео обращения я вам дам возможность послушать само видео обращение президента россии владимира путина как она слушается ну скажем так без пояснений потом дам свои пояснения по некоторым ключевым моментом потом дам вам еще раз послушать это же самое видео обращение и вы увидите как вы совершенно по-другому воспримите его более глубоко более понятливо и более осознанно и так смотрим видео обращение уважаемые коллеги приветствую вас в санкт-петербурге на открытии 12 международной встречи высоких представителей курирующих вопросы безопасности в ходе предстоящих пленарных заседаний дискуссии и круглых столов вам предстоит проанализировать ситуацию в мире обсудить ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности обменяться мнениями о том как эффективнее ответить на наиболее острые и опасные современные вызовы безусловно одной из самых серьезных угроз двадцать первого века остается международный терроризм цель совершаемых в разных регионах мира терактов за которыми стоят не только радикальные группировки но и спецслужбы некоторых стран это подрыв конституционных основ и до стабилизация суверенных государств разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды при этом методы преступников становятся все более изощренными и варварские это еще раз показал кровавый теракт который произошел 22 марта в подмосковье спецслужбы и правоохранительные органы россии продолжают выяснять изучать все детали этого подлого преступления выявляют его участников включая заказчиков спонсоров организаторов никто из них не должен уйти от справедливого возмездия знаю что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз тема актуальная для всех стран крайне значимая для обеспечения национальной безопасности социальной стабильности развития экономик твердо убеждены мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере безусловно важнейшие условия укрепления суверенитета и безопасности государства это сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей как показывает исторический опыт последовательно и независимо развиваются те страны которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традиции такой подход особенно важен сегодня когда идет формирование многополярного миропорядка когда глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства активно укрепляются новые центры развития вновь подчеркну россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности формирование нового отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства уверен что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов в интересах мира и стабильности на планете желаю вам успехов и так о чем сказал президент я попробую растолковать его слова его посылы которые он сделал не столько даже представителям этих самых высоких курирующих слоев курирующих безопасность сколько раз уж это обращение публичное значит она касалась именно публики общественности и так с чем обратился президент россии владимир путин к общественности с какими посылами что он хотел донести в своем изложении до нас с вами до тех кто слушает его и внимать его каждому слову строить на этом свою жизнь свои отношения внутри страны снаружи страны вне нее ну и общественные какие-то взаимопонимания между различными своими соседями слоями сообществ и так далее включая конечно же бизнес работу детей семью то есть все категории в которые человек погружен всю свою жизнь главное о чем сказал президент он сказал о том что это видеообращение и через него транслируемая ситуация в санкт-петербурге то есть та самая встреча высоких представителей курирующих безопасность она эта встреча и его послание направлены на то чтобы разъяснить включенность россии в данной встрече включенность народа помимо нее помимо этой встречи в глобальную ситуацию которая складывается в мире в мире сейчас идет несколько войн различного масштаба и различной напряженности мы с вами находясь за экранами телевизоров не видим не ощущаем всей полноты картины мы видим только то что выхватывает для нас объектив телекамеры это было всегда это и сейчас так остается поэтому мы можем и должны в данном случае доверять корреспондентам доверять журналистам которые ведут с мест событий свои репортажи и доверять официальной позиции государства но проблема в том что в каждом этом конфликте мировом в каждом конфликте существует минимум две стороны иначе конфликта и не было бы и у каждой из сторон есть свои журналисты ответственные и добропорядочные честные и выполняющий свой долг и государство официально с каждой своей стороны освещает этот конфликт по-разному иначе бы если этой разницы в освещении и в позиции государства не было не было бы самого конфликта наше государство стоит на своих позициях я с ними солидарен я вам много раз об этом говорил и я вам говорил уже и показывал но здесь в ю тубе этого делать нельзя можете посмотреть фильм мой в рутубе ссылочку под этим фильмом вы найдете на мои фильмы которые касаются гуманитарных миссий гуманитарных миссий в которых я принял участие в новых территориях и моя позиция здесь весьма прозрачно я на стороне государства но и вы понимаете что я поэтому и стал военным корреспондентом это определенный статус поэтому о тех событиях которые нас касаются через телевизор нас большинство из нас я знаю не понаслышке потому что я даже сам попадал под минометный огонь непосредственно ведущиеся по нашему конвою так что в этом случае я говорю непосредственно от тех людей которые видели все это своими глазами испытали часть этого часть этого конечно же на своей собственной шкуре так вот президент россии говорит в своем выступлении своем обращении о том глобальном мире который сейчас выстраивается с использованием этих самых различных конфликтов в том числе и военных в том числе и других политических конфликтов экономических конфликтов национальных конфликтов традиционных конфликтов и так далее и так далее об этом всем президент в своем обращении и говорит кроме может быть экономики потому что экономика это слишком просто для таких категорий взаимоотношений которые выстраиваются в нашем мире а в мире по словам президента россии владимира путина естественно первой целью становится то что мы и привыкли ставить первой целью глобальная безопасность глобальная стабильность скажите кого из нас я имею в виду нас жители всей планеты всего мира кого из нас могут не заинтересовать вот эти два вопроса эти два постулата каждый человек каждый нормальный человек всегда будет стремиться и отстаивать вопросы стабильности и вопросы безопасности как свои личные как свои личные так и государства так и мира и вот в этой последовательности про которую только что вам я и сказал и кроется сегодняшний корень ситуации дело в том что когда человек один он рассуждает только о себе моя безопасность моя стабильность и это его в принципе устраивает на каком-то моменте его существования ну допустим где-нибудь там от нуля до пяти лет возраст после пяти лет возраста человек обычно начинает понимать что он еще и погружен в семью свою свою собственную семью поэтому где-то до 12 может быть до 15 лет человек начинает осознавать что безопасность это важно и не только для него лично но и для его семьи и для его семьи важна та самая стабильность потом человек вырастает немного до детородного возраста в пределах допустим 18 20 с небольшим лет 25 в этот момент он понимает что у него начинают появляться дети он становится производителем детей он становится производителем народа и безопасность его семьи уходит в глубину а поверх нее новой матрешечной оболочкой 3 уже становится та самая безопасность народа и стабильность всего его народа в которой он себя включает исповедуя различные народные традиции народные пожелания включая все что только возможно относящиеся к этому вопросу далее когда человек взрослеет он уже понимает что где-то к 30 годам плюс-минус он уже понимает что помимо того что он был маленьким это первая оболочка безопасности и стабильности что он был семейным включенным в семью своего рождения это вторая оболочка что он дал свою собственную семью как потомство это третья оболочка он теперь понимает что он интегрирован в государстве которое дало ему образование которое дало ему ту самую семью возможность родиться возможность вырасти и он это начинает понимать уже не как тот ребенок который был раньше а как производитель детей которых он уже к этому времени возможно и произвел и он становится понимающим государственные цели человека у него вырастает четвертая оболочка безопасности и стабильности государства дальше оболочки множится и знаете я думаю что высшие силы ограничили человека определенным количеством лет жизни только из-за того даже в большей степени из-за того чтобы количество таких оболочек не превышало допустимые пределы разумности потому что с каждым своим шагом развития человек начинает мыслить все более о великих категориях начиная с межнациональных в смысле государств и межгосударственных соотношений это различные бриксы шоссы европы америки соединенные штаты соединенные штаты это переводится буквально соединенный штат это город соединенные города америки вот как это правильно называется государство в европе очень много кстати городов которые называются там дортмунд штат ну допустим как бы вот для того чтобы понять суть этого понимания так вот эти объединения объединения федеральные различные общественные они становятся понимаем и уже где-то на следующем уровне годам к сорока а дальше идут все более и более великие и громоздкие конструкции понимания контексте безопасности и стабильности в конце концов те мыслители которые прожили уже много лет много конечно не календарных имеется в виду а много вот этих стадий прошли и дошли до той стадии про которую я сейчас вам скажу они становятся мыслителями о глобальной безопасности включая безопасность всего нашего мира и его естественно стабильность владимир путин президент россии он уже находится на таком уровне на котором именно эта идея и эта цель представляется для него единственно ценной все остальное он уже прошел повторять никто не собирается и он не собирается никакие другие ценности которые были уже в его жизни он уже поднялся на ситуации выше и вот с этой своей президентской и как мудрого человека и правителя высоты он естественно смотрит уже не на личные отношения не на семейные не даже на государственные а над государственные и мировые и вот эти мировые взаимоотношения они для него сейчас являются первой целью и это очень хорошо потому что чем выше цель угловые государства чем выше тем сильнее подтягивается знаете как у пылесоса у более мощного тем больше подтягивается народа к этой цели и тем выше это подтягивание почему я всегда вам говорил про космос что да по моим понятиям дальнего космоса ну допустим где-то тысячи километров и выше над землей его не существует там есть купол который отсекает наше пространство от какого-то другого пространства которое является возможным пространством вакуума где невозможно физическое существование никакого объекта я говорю не только о людях но и и о космическом корабле и даже о самом веществе из которого сделан этот космический корабль но цель покорение космоса это великая цель и то что русские люди советские люди первыми вышли в космос и покорили его даже на высоте допустим 100 200 300 километров над поверхностью земли пусть это даже не полноценный космос но сама цель это великая и пока люди покоряли советские люди покоряли это космическое пространство даже пусть это было но скажем так какая-то инсталляция или постановка но путь который прошло советское государство на протяжении вот этого всеобщего покорения он ознаменовался великими открытиями великими достижениями советский народ советское государство и теперь россия поддерживает эти достижения вывели нашу страну на высочайший на первый уровень технического научного и другого прогресса остальные государства не имея такой цели не понимая таких целей они остались на уровне но не хочу обидеть на уровне сельхоз производителей как многие этому пути последовали потому что их не интересовал космос и сегодня когда президент россии владимир путин ставит себе огромные мировые глобальные рубежи и горизонты автоматически российский народ российские народы и русский народ как государство образующий по конституции российской федерации он подтягивается к самым высотам вот этих целей это те самые пути по которым если будет построена глобалистическое государство то русский народ может оказаться во главе не управленческой может быть а во главе разума этого государства что скорее всего так и будет потому что все эти движения вверх и пути наверх они все законные скажем так но для человеческой особи они все такие фундаментальные и мы по-другому мы пройти эти пути миновать их не можем и мы все равно будем следовать этому движению естественно естественно вот этим объединительным процессом которые существуют в мире которые идут и которые мы с вами видим и которые мы с вами наблюдаем в виде столкновений военных политических экономических религиозных и других это все процессы ведущие к объединению мы можем вспомнить например времена рюрика его последующих князей которые мечом и огнем что делали не завоевывали как бы чтобы растащить ну например пришли в какой-то город разграбили сравняли его с уровнем земли и все нет они захватывали другие племена другие города другие княжества для чего для того чтобы все это организовать в единое государство в единое государство кто вот так не понимает на таком уровне я немножко по-другому скажу вспомните 90-е годы те кто может это сделать кто жил в тот период что было приходили бандиты крыши так называемый в одну фирму в другую в третью они не грабили ее до конца не убивали директора не убивали владельцев они они обкладывали эту фирму данью таких фирм набирали на свою бандитскую как тогда называли бригаду огромное количество и от этого становились сами сильнее и от этого становились обеспечителями безопасности этой фирмы до с точки зрения законов рэкет крышевание это неправильные формы но между государствами сегодня такая же самая система и устанавливается только на другом понятийном конструкционном технологическом и уровне безопасности эти все уровни ходы они одни и те же но реализация их если в бандитском мире незаконная то в государственном мире это законные с помощью различных служб которые обеспечивают безопасность государства государство не может существовать без своей безопасности это постулат который всегда открывает перед собой в виде такого счета каждое государство если мы вспоминаем ленина он говорил тогда еще сто лет тому назад что государство это аппарат принуждение аппарат принуждения и сегодня этот аппарат он принуждает нас не только на государственном уровне но уже формирует из себя в том числе и на таких встречах такой же аппарат принуждение к соблюдению безопасности и стабильности во всем мире но этот уже аппарат мирового уровня где каждая государственная служба безопасности она тем или иным боком включена в международную службу безопасности или службы безопасности и составляет их подразделение которые подчинены глобальному глобальному миру глобализация идет и президент об этом об этой глобализации говорит в первых своих словах что угрожает этой глобализации ей угрожает как всегда говорят спецслужбы которые устанавливают безопасность как всегда это было и в 90-е как всегда это случается и в других государствах угрожает нашему предприятию бандиты чужие от которых свои безопасники всегда нас защитят это не наговор на кого-то из них нет но так было всегда бандиты это бандиты это те кто приходит к вам разорить ваше гнездо а безопасники это те кто всегда это гнездо традиции ваших семейных ценностей финансов государственной целостности всегда защищают люди как бы с одной улице из одного государства но их методы действий совершенно разные одни преступные другие легальные и вот эти преступники они сегодня называются террористами и террористы ведут эту самую войну против всего мира как говорит президент россии владимир путин и он упирает особенно на международный терроризм и мы видели все эти акты он существует этот международный терроризм он всегда противостоит государству всегда в той или иной мере в том или регионе с тем или иным успехом но международный терроризм это необходимый враг который в нашей системе мирового сожительства помогает выстроить глобальную безопасность для того чтобы в данном случае защитить наши государства и наши личные хозяйства и личной жизни от тех самых мировых и международных террористов международный терроризм это не эфемерность мы с вами знаем о нем мы с вами всегда видим эти репортажи мы знаем кто его генерирует и знаем на какой почве говорить об этом как ни странно нельзя потому что это касается уже ну как бы с точки зрения тех же террористов они уже могут на это как говорится наезжать но вот такая ситуация сегодня складывается только официальные органы могут говорить об этом в нашем окружении в разных странах это проявляется по-разному но в общем картина одна и та же здесь никакого перекоса по правам не существует их просто нет право говорить открыто в принципе вот в этом направлении нет может быть это и правильно потому что здесь слишком специфические вопросы никто не знает как эти вопросы будут повернуты через столько-то дней или лет или через большее количество дней или лет или даже каких-то может быть мгновений обличая террористов президент россии владимир путин четко сказал что за ними могут стоять спецслужбы разных стран то что я вам и говорил перед этим что спецслужбы нуждаются в международном терроризме нужно просто понимать какие спецслужбы за каким международным терроризмом стоят и что они добиваются культивированием этого международного терроризма в предыдущие годы скажем так до 90-х лет все происходило также абсолютно и даже в историческом прошлом все то же самое было термины были другие методы немного отличались но политический дешевт снимался абсолютно таким же поэтому когда мы разбираем недавние теракты то мы с вами понимаем и президент на это делает упор в своем видео обращение что и за этим теракты и возможно стояли без службы какие это уже вопрос спец служб этим они разбираются профессионально уже в своем направлении и это уже не наша с вами сфера деятельности и ответственности мы должны понять что в мировом терроризме заинтересованы прежде всего кто те кто с ним борется должен быть враг и мы видим по американскому государству она всегда поддерживала и финансировала я самые террористические организации всегда и продолжает в известной территории делать это и в наше время пока россия борется на своих новых территориях на своих возвращенных территориях с террористами с нацистами с фашистами некоторые страны как америка германия франция и еще там куча всевозможные мелкоты они поставляют этим террористам оружие и вынуждают их воевать против россии вот это и говорит о безопасности и о заинтересованности тех кто исповедовать свою цель и кто привлекает для неё отряды террористов поэтому в своем выступлении президент россии владимир путин и обобщает те самые виды угроз он говорит о мировом сожительстве об избавлении мира от угроз внутри себя и если глобализм постигнет нашу цивилизацию целиком то все эти террористические банды они станут внутренними бандами для глобального государства которые перестанет воевать потому что будет ни с кем уже воевать не с кем и те безопасники которые будут организованы в глобальном государстве они повернутся внутрь своими пушками и пистолетами и будут выискивать эти банды и их уничтожать понимаете с одной стороны это правильный и абсолютно закономерный ход развития цивилизации другого вообще никакого никто никогда не придумает и не придумал поэтому все писатели фантасты которые писали так или иначе и даже фильмы поэтому поставлены уже многочисленные о будущем нашей с вами цивилизации эти писатели фантасты всегда приходили к утопической форме правления когда безопасность глобальная безопасность в мире будет поставлена на самый высокий уровень и она станет тем самым что у нас сегодня для организма человека представляет собой безопасность в виде аллергии аллергия это безопасность раскрученная безопасность организма раскрученные до таких моментов до таких возможностей что она начинает работать против самого организма и вот эту утопию эту утопию много раз описывали писатели фантасты и только к ней всегда подходили потому что если вдруг не прилетит никакой инопланетянин со своим войском каким-то войском то тогда вот эти все безопасники мирового уровня и мирового масштаба повернуться против населения земли с другой стороны никто не гарантирует что к нам никто не прилетит из космоса хотя я вам уже тысячи раз говорил что нет никакого космоса дальнего нет никаких инопланетян их быть в принципе не может кроме как нас же самих прошлом времени в будущем времени и так далее невозможное существование инопланетян невозможно есть другие угрозы которые идут от менталитетов но это другая песня я думаю что она может быть нас в каком-то смысле спасет будучи различные угрозы внешней это может быть и искусственный интеллект но против него пушками и минометами сражаться невозможно касательно нашей всей безопасности мировой владимир путин президент россии и говорит будучи юристом он говорит что необходимо выработать общие юридические нормы имеется ввиду поведение норма поведения законодательного и законного поведения для всех стран едиными это касается каких-то частных проявлений я не буду их называть сумасшествия эти запада это касается сумасшествий востока с которыми тяжелее бороться это касается и различных вещей как например сумасшествие китая но скажем так социалистическая или может быть сумасшествие америки капиталистическая или может быть сумасшествие африканского континента какое-то традиционное или агрессивное но неизвестно что будет посчитано таким сумасшествием с которым придется бороться от лица большинства и вот это самое большинство и становится генератором той самой аллергии мировой которая может составлять угрозу для мира и чтобы эта угроза не возникла не существовало в будущем чтобы принизить при уменьшить вероятность ее появления необходимо общие юридические нормы вырабатывать сейчас чтобы все мировое сообщество мировое глобалистическое сообщество вырастала и формировалась полностью в едином порыве чтобы не было перекосов и трансформаций при поднятии общества к новым высотам та картина которую я вам обрисовал которая начинается от личной безопасности младенца которые продолжаются его семейными ценностями и народными ценностями а потом государственными она так или иначе все равно вырастает в глобалистическое государственное строительство и она она будучи пропитанные вот теми слоями о которых я вел речь о которых также говорит президент россии владимир путин она и заставляет почитать эти слои не только материнство и детство не только юность и образование не только традиции народные но и все-все государственное что обволачивает те названные мной категории поэтому и президент россии владимир путин он обращает свое внимание в этом обращении на то что необходимо чтить те самые традиционные ценности традиционные ценности и духовность народов которые и дали возможность возникнуть как одному маленькому ребенку и человечку так и всей его семье и всему его народу поэтому народные ценности то что сейчас в каком-то смысле имеет определенный перекос особенно в отношении русского народа потому что я сделал небольшое отступление вот была весенняя череда праздников весенняя череда праздников и были люди некоторых традиций поздравлены на самых высоких уровнях и по самому центральному телевидению единственный народ который не получил этих поздравлений со своими родными традиционными праздниками это русский народ ну конечно не единственный я уж так уж тоже перекашиваю потому что очень много из 200 наших народов которые не получили таких поздравлений но все-таки я считаю что русский народ он должен был бы получить свои национальные традиционные поздравления от высоких наших слоев почему потому что русский народ по конституции является государство образующим и странным выглядит то что наше государство не спешит поздравить русский народ все эти долгие долгие годы после того самого государственного переворота который состоялся в девяносто первом тире девяносто третьем годах может быть за этим стоит какая-то высокая цель опять же связана с безопасностью и стабильностью может быть я может быть этого не знаю и может быть для меня это сложный вопрос но вот это как бы немножко настораживает потому что это элемент перекоса и если президент россии владимир путин говорит о соблюдении народных традиционных ценностей то эта ценность например русские народные сказки русские народные праздники лично для меня и лично для русского народа они и составляют ту самую народную традицию мы не можем исповедовать традиции другого народа не будучи этим народом но мы всегда можем приветствовать традиции и духовные ценности других народов потому что они наши соседи друзья и единоборцы это наши товарищи которые живут вместе с нами которые строят наше великое государство защищают его из которыми мы вместе строим безопасность нашего государства и стабильность в нашем государстве так было всегда мы можем посмотреть любой элемент истории так было всегда поэтому я надеюсь что дальше вот в этом году будет у нас и купала и русалии и различные осенние праздники и следующем году тоже будут русские народные праздники я надеюсь что и кремль и другие представители высоких структур будут поздравлять русский народ и устраивать такие гуляния такие отмечания праздников и на красной площади на других площадях наших городов я думаю что это только украсит нашу культуру ну и по крайней мере будет синхронно отвечать тому что и о чем говорит президент россии вот в этом своем послании в этом своем обращении к высоким представителям кругов которые обеспечивают безопасность и в россии и международную тоже по ходу своего обращения президент россии владимир путин он как раз и говорит о том что строительство вот этого глобального безопасного государства она и должно прийти к тому чтобы это государство было и оказалось на планете единственным единым и единственным и вот эти все трения между различными слоями общества и государствами они и ведут к убиранию этого процесса самого трения к тому чтобы в результате снести все эти государственные границы чтобы было одно не государство а планетарное образование глобалистическое мировое правительство мировое государство мировое может быть какое-то другое образование по своим терминам юридическим это неправильно будет называть уже государством но оно должно быть и она скоро будет его уже строит иначе президент россии не делал свое послание людям которые уже встречаются и уже обеспечивают безопасность этих глобалистических процессов до президент россии говорит о многополярном мире а многополярный мир но я вам уже в начале сказал что под многополярностью можно понимать различные моменты например соединенные штаты америки это многополярный мир потому что там каждый штат то есть каждый город со своей областью город они государства он и является полюсом потому что полюс это перевод буквально полюс это город и штат и полюс это один и тот же термин для обозначения одного и того же городского явления поэтому америку можно назвать соединенные города соединенные полярности америки и америка соединенные штаты америки сегодняшние это уже многополярный мир и если его опыт распространить на весь мир на весь мир то и получается многополярность несмотря на то что как бы вроде один полюс который сегодня представляет собой федерализм американский несмотря на то что этот федерализм распространяется на весь мир получается картина совершенно другая вот этот монополярный американский федерализм способен построить многополярное мировое государство вопрос будет заключаться только в том какой именно народ или какой слой народов людей или сущностей будет осуществлять управление этим многополярным моногосударством неизвестно я думаю что многие из вас пытаются догадаться о товарищах которые из ближнего востока но там на ближнем востоке сегодня идет тоже своя война и я например склонен подозревать что она является некой провокации для того чтобы определенную группировку вот в этом противостоянии по ходу этого противостояния мы поймем какую именно группировку привести к ситуации жертвенности чтобы ее обозвать что вот она эта группировка стала жертвой вот этого военного конфликта и ее надо холить или леять давайте ей дадим возможность возглавить наше мировое государство как это было в случае после второй мировой войны после великой отечественной войны когда в разных государствах мира пришли к власти одни и те же представители одного и того же народа и сейчас они и делают этот самый глобалистический мир мы можем это видеть по именам и по википедии которые указывают происхождение каждого президента каждый президент ши каждого представителя правительства там в своих страницах мы можем все это видеть если кто не видит вот так открытыми глазами естественно при строительстве глобалистического мира глобального моногосударства будет использован тот же самый демократический принцип когда некое меньшинство заведомо обманутые всеми тем только можно она голосует за того кто их лучше всего обманул и это меньшинство обозначается большинством и от имени него начинает угнетаться все остальное меньшинство которое на самом деле было большинством эти выборы их прошло уже много в каждой стране и всегда идет один и тот же закономерный результат дурачок выбирает еще более дурачка потому что сам он дурачок не может выбрать никого умнее себя он просто не понимает того кто умнее него мы видим это по сегодняшним выборам в америке которые ну просто чуднее чудного идут и уверяю вас что в какой-то степени там в америке были такие выборы всегда и поэтому там и сформировались вот эти традиции нам всегда говорят что президентов американских выбирают домохозяйки так вот они и выбирают тех персонажей которые и идут по уровню ниже домохозяек потому что только домохозяйки способны проголосовать за тех кого они способны осознать это к сожалению то самое большинство и когда владимир путин президент россии говорит о большинстве то в некоторых странах большинство именно такое в других более грамотные люди у нас в стране намного грамотнее и сообразительнее люди потому что мы это видим как раз по тем моментам покорения космоса мы же не живем в этих трейлерах как американцы у нас такого нет мы все-таки понимаем что человек живет в доме в квартире и это пока выгодно отличает нашу российскую популяцию государственности но в том числе и от американской хотя они могут сказать что это их свобода поэтому здесь в очередной раз идут дискуссии которые требуют разрешение со стороны какого-то большинства но с другой стороны как юрист владимир путин президент россии он в своем послании в своем этом обращении он и говорит что нужны юридические механизмы именно для того чтобы каким-то образом решать вот эти споры и конфликты потому что даже я вам когда сейчас говорю я вынужден говорить и предлагать вашему вниманию две как минимум две версии и одну и другую чтобы показывать оба полюса этого много полярного двухполярного мыслительного процесса по каждой ситуации которая вообще складывается ну и в конце в конце своего видеообращения владимир путин президент россии и делает тот самый главный вывод что встреча это который он обращается к участникам которые он обращается она и укрепит послужит делу укрепления безопасности и стабильности мира мирового устройства речь идет уже не о государствах речь идет уже о глобалистическом мире ну и последнее завершение я вам скажу что мы уже это все имеем я вам уже говорил что те комментаторы и аналитики которые говорят что мирового правительства не существует они просто но прошу у них прощение глупы по этому вопросу не вообще вот именно по этому вопросу все уже существуют организации объединенных наций это правительство глобалистического мира воз это министерство здравоохранения глобалистического мира красный крест это туда же и так далее так далее и так далее если вы подумайте над этим хорошенько если вам потребуется я побольше изложу по глобалистическому миру по его устройству нынешнему но даже система интернета система связи она мировая система связи даже она организована таким образом чтобы без перекосов без каких-то знаете недостатков или излишеств охватить связью достаточной связью все территории мира каким бы они ни были отсталыми передовыми или какими-то другими это как сеть дорог только это информационная сеть это как сеть почтовых отделений банковских структур мировой банк федеральная система это все вот отсюда интернет это тоже мировое явление мкс это тоже международная космическая станция все уже все уже пути идут туда к организации глобалистического мира возникнет только один вопрос я вам его говорил в своем другом фильме предыдущем как раз этот вопрос будет касаться только одного какая религия будет заявлено доминантный в новом устройстве мира вот этот вопрос самый главный ну а теперь смотрим повтор того фильма чтобы более понять о чем я говорил смотрим уважаемые коллеги приветствую вас в санкт-петербурге на открытии 12 международной встречи высоких представителей курирующих вопросы безопасности в ходе предстоящих пленарных заседаний дискуссии и круглых столов вам предстоит проанализировать ситуацию в мире обсудить ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности обменяться мнениями о том как эффективнее ответить на наиболее острые и опасные современные вызовы безусловно одной из самых серьезных угроз 21 века остается международный терроризм цель совершаемых в разных регионах мира терактов за которыми стоят не только радикальные группировки но и спецслужбы некоторых стран это подрыв конституционных основ и до стабилизация суверенное государства разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды при этом методы преступников становятся все более изощренными и варварские это еще раз показал кровавый теракт который произошел 22 марта в подмосковье спецслужбы и правоохранительные органы россии продолжают выяснять изучать все детали этого подлого преступления выявляют его участников включая заказчиков спонсоров организаторов никто из них не должен уйти от справедливого возмездия зная что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз тема актуальная для всех стран крайне значимая для обеспечения национальной безопасности социальной стабильности развития экономик твердо убеждены мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере безусловно важнейшие условия укрепления суверенитета и безопасности государства это сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей как показывает исторический опыт последовательно и независимо развиваются те страны которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традиции такой подход особенно важен сегодня когда идет формирование многополярного миропорядка когда глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства активно укрепляются новые центры развития вновь подчеркнула россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности формирование нового отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства уверен что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов в интересах мира и стабильности на планете желаю вам успехов